Управление Федеральной службы безопасности Челябинской области прокомментировало, пожалуй, самый скандальный судебный процесс последних лет, так называемое дело проткорпорации. Спецслужба выразила готовность по заявлению нынешних областных властей расследовать, куда все-таки пропали казенные деньги. Подробности у Алины Жестовской. Спецслужба тянула до последнего, и вот первые комментарии к громкому процессу. УФСБ поясняет, молчали, руководствуясь нормами права и профессиональной этики. Впрочем же укор за то, что, цитируем дословно, вокруг этого уголовного дела раздулся ненужный резонанс, чтобы дискредитировать позицию предварительного следствия и суда. И предложение областным властям оценить ущерб, нанесенный региону, и подать заявление на должностные лица, принимавшие распорядительные финансовые решения. Реакция правительства не заставила себя ждать. Во второй половине дня вице-губернатор Грачев заявил, мы это сделаем. Но, по сути, это новое заявление будет состоять из перечисления наших многочисленных обращений, которые уже были направлены по этому делу с указанием конкретных фактов и конкретных фамилий. Об этом же говорил правозащитник Филичкин. Вот они сейчас говорят, ну, давай, Юрьевич, давай, Грачев, напиши заявление, мы по этому заявлению будем работать. Для чего писать? Этих заявлений уже десятки в уголовном деле. Есть заявление Шваченко, есть заявление Листишенкова, это следующий руководитель группы корпорации. Андрей Николаевич Косилов, вот передачка была на 31-м канале и других каналах, прямо в телекамеру заявил, я писал заявление, Андрей Николаевич писал заявление, и тщательно, сколько надо заявлений сотрудников ФСБ, чтобы они начали выполнять свои функциональные обязанности по защите экономической безопасности государства. Именно в столице государства по месту совершения преступления, как уверяли независимые эксперты, и должен был состояться суд. На это у ФСБ ответила, ущерб нанесен региону, а попытки представить ситуацию таким образом, что суд должен был состояться в Москве, наводят на странные мысли. Возможно, инициаторы полагают, что на территории России разное правосудие. В Уголовно-профессиональном кодексе четко введено понятие территориальная подследственность. С чем это связано? Если деньги были присвоены в московских банках, то и расследовать дело надо в Москве. Почему? Ну, представьте, где-то примерно 200-250 человек причастных к этому преступлению. Их всех надо опросить, и более того, допросить. И вот как будут сотрудники у ФСБ по Челябинской области это делать? Они что, все дружно уедут в Москву работать? Они уедут в долгосрочные командировки? Суд обязал спецслужбу выяснить, кто обналичил бюджетные деньги и куда они все-таки пропали. Правда, сторона защиты уверена, вернуть средства в казну теперь уже более чем невозможно. С момента их исчезновения прошло пять лет.